Всем привет! Это история от Анонима. Сегодня я зачитаю вам историю подписчицы. История будет тяжелая, которая требует совета конкретного дельного. История абьюза и конкретного общения с нарциссом. То есть этот человек, который сейчас находится в этой ситуации, требуется ему помощь. То есть я на вас, и она, конечно же, мы рассчитываем. Сейчас я зачитаю ее историю. Где-то, может быть, буду останавливаться, дам свои комментарии на эту тему. Ну так что, давайте приступим. Кому нравятся подобные видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. 16 лет, уже пошел 16-й год, и я не знала, что такое нарцисс. Случайно посмотрела на ютюбе про нарциссов и все, что говорили вы, прям про моего мужа. Все это мне надоело. Быть всегда ему дурой и некрасивой, не из богатой семьи, не из высшего общества и не имею я образования. А здесь, в Турции, есть бесплатные курсы. Ну, очень мне хотелось, чтобы на что-то я пошла учиться, записалась на них, но он был против и меня туда не отпустил. Он мне всегда говорил, что другие жены работают, помогают мужьям. Я работала раньше, но ушла с работы. Работала я в ювелирных магазинах и на меховых магазинах и неплохо зарабатывала. Где бы я ни работала, я всегда, меня он всегда подозревал, что я с начальством сплю или с кем-то общаюсь. Все мои зарплаты, заработанные деньги он просто забирал и давал мне копейки на транспорт, чтобы я могла добраться до работы. Он себе купил машину на мои заработанные деньги. Купил он себе Peugeot 308. Говорил, тоже мое, на мое имя будет, но нет. Он все это прописал, конечно же, на своего отца. Отец его умер в прошлом году, и он оставил эту машину на своих двух детей. Девочка и мальчик у него есть. И мой муж. Трое детей. То есть у него, то есть брат и сестра, у ее супруга. В конце месяца всегда начинается звонок от него, ты получила зарплату, если я скажу, что еще деньги не выдали, ты иди к начальникам, пусть тебе зарплату дают, в общем оказывают на меня всевозможное давление. Из последней работы я ушла, потому что, когда приходила домой, он снимал с меня всю одежду и проверял, есть ли у меня какой-либо постосторонний запах другого человека. Проверял все, и вплоть даже до нижнего белья. На моей шее как-то осталось покраснение от его рук, что я предполагаю, что он еще и руку поднимает, да? И он у меня сам при этом позже спрашивал, так, что это у тебя на шее, не засос ли это какой-то? Он всегда всем говорит, что он инженер, но на самом деле нет. Он окончил инженерное сельское хозяйство. Жил он в разных арабских странах. Сейчас мы живем в Турции. Скоро он хочет, чтобы мы переехали в Саудовскую Аравию, так как он уже начал открывать отельный и ресторанный бизнес там. Здесь, в Турции, есть у него бизнес в сфере недвижимости, но уже он банкрот. Все заработанные деньги в его семье ушли на этот бизнес, на его эти командировки и на его брендовые вещи, одежду, которые он себе покупает. А мне он может позволить одежду только из эльсиевой кики или магазина де-факто. Как вы, кто в Турции же, знаете, да, это не самая дорогая одежда. Подарки один раз в год у нас бывают. Это один грамм цепочек или кулончик какой-то из золота. Мои вещи за 15 лет это один чемодан на 20 килограмм. А у него, наверное, в 4 раза больше. Спокойно мы не можем с ним говорить про финансовые проблемы. У него всегда какие-то проблемы на эту тему. У него всегда большие проблемы, а я всегда дура и тупая. Я больная на голову. Он, если что-то плохо, он кричит, орет, обзывается. Я всегда промолчу при ссоре. Если отвечу, то я получу по щеке. Или он еще может меня ударить. В Египте всегда он меня здесь был пощечинами. Всегда сравнивает меня с другими женщинами. Всегда я должна быть хорошей, должна быть правильной. Не такая, как вокруг все плохие и ужасные. Я должна всегда быть в хорошем настроении. Дома я всегда все делаю сама. Помощь мне не нужна. Если не успела, например, погладить рубашку идеально, то он начинает, что я для него ничего не делаю. Сижу просто сложа руки. По его словам, у меня все есть, а я неблагодарная. У нас нет квартиры, мы живем в съемном жилье здесь в Турции. Недавно он был в Германии по работе, также в Италии. А я дома, потому что мне он не сделал шенгенскую визу. Нет денег на меня, на мою визу, так он мне и сказал, и на мою поездку. Он мне сказал, зачем тебе видеть Европу? Я тебе уже, вон, всю Турцию показал. В Турцию мы ездили просто по городам, по его делам, по работе, на его проект, которые у него были раньше до банкротства. Видите, так я посмотрела, видите ли, Турцию должна быть благодарна. У меня нет подруг. Одна, единственная, с детства была. Мы общаемся один раз в три месяца максимум. Я не могу даже поговорить с ней, пообщаться с родственниками своими. За 15 лет, у нас была 15 лет годовщина нашей свадьбы, я у него спросила, купи мне шубу хотя бы. Он находился тогда в Италии. Сказал, хорошо, по приезду я тебе куплю. Приехал, ничего не купил. Сказал, что денег у него нет. Да и вообще, зачем тебе шуба-то? Кто вообще промыл тебе мозги, тебе что-то захотелось? У твоих, он, родных даже и шуб никаких нет. У моих родственников шуб никаких тоже нет. Особняков. В общем, он начал в итоге кричать, ругать меня и заставлял меня просить прощения. То есть за то, что она просит что-то. Мама его вмешивается в нашу жизнь, звонит ему. Она через день спрашивает, что я приготовила ему на ужин. То есть контролирует нас. Спрашивает она у него, что это она мне не звонит. А я перестала ей звонить, потому что она обманывает, придумывает то, что она болеет, манипулирует. Она может по телефону плакать, но на самом деле она не плачет. Он снимал, муж снимал для них виллу на месяц. И мы с ними там находились. А я была как уборщица, убирала, готовила. Все необходимые покупки делал он для них. Дома холодильник был полный. Но как они уехали? Уехали, холодильник в своей квартире, как всегда, был пустой. Он дает деньги только на продукты на каждый день. Ни больше, ни меньше. Он всегда на диете. Я ему должна готовить мясо, салат и суп каждый день. Но знаете, полкилограмма мяса или чуть больше одну курицу на гриле я должна приготовить. При этом я должна себе приготовить макароны, рис или кусочки от его мяса доесть, могу за ним что-то. Он считает, сколько штук сигарет я курила, и я пью минеральную воду с газом. И видите ли, на это уходит много денег. И я эти расходы, сигареты и минеральную воду сократила. Он ненавидит моих родственников. Он считает, что он лучше всех. Ненавидит, если его друг стал лучше жить, чем он. Он очень завистливый. Он ненавидит брата, если тот стал при деньгах и что-то у него появилось. Он сразу говорит, ой, брат испорсился. До его бизнеса и этой работы он был менеджером в разных компаниях. Все его начальники и компании, гендиректора были, по его словам, тупыми. А он герой. Он поднял всех их бизнес. Всегда мне хочется уйти от него, но всегда у меня нет возможности и нет денег. В данный момент, когда я пишу вам письмо, он находится в Саудовской Аравии. И я, если честно, хочу сбежать. На билет, я думаю, у меня хватит денег, если я продам золотые колечки и все, что у меня есть. Но также у меня есть собака. Но на нее у меня нет анализов, титров. И если ждать анализы, нужно прождать еще примерно где-то месяц. И боюсь, что я не успею к этому моменту сбежать. На этом обрывается письмо. Вы видели, что немножко мне трудно было его читать, потому что оно написано девушкой, скажем так, не чисто русским языком. Я много исправляла. Окончания там разные. Род и так далее. В общем, я думаю, вы это поймете. Простите за это. Что я могу вообще по этой истории сказать? Вы видите пример. Такие истории на канале у нас было несколько. Реальный, не просто нарцисс. Там, честно сказать, какая-то патология есть стопроцентная. Тем самым мало личной такой информации, чтобы я могла найти какие-то взаимосвязи, найти объяснение. Но там мама непростая с манипуляциями. Сто процентов это нарцисс, конечно. У него есть садистические наклонности. Об этом говорит физическое насилие. Моральный абьюз, который он оказывает. Финансовый в том числе. Я абьюзами обложил максимально. Грандиозный нарциссизм тут тоже проявляется. В общем, короче, тут можно разбирать немного про него, к сожалению, информации. Но на весь мы всего можем. Информации достаточно, если так просто о последствиях, что девушка испытывает. Тут уже о многом можно сказать. Что мы констатируем по факту? Девушка находится уже 15 лет в абьюзивных отношениях. 16-й год. Живет она сейчас в Турции, в Стамбуле. Но муж ее египтянин. Но знаете, у таких отклонений, если это, например, нарциссическое расстройство личности, у этого нет никакой эмоциональности. Как мы знаем, да? Это такая склонность, особенность либо заболевания, либо тепличность человека. Это ничего не меняет. Я и написала в письме, и мне не было ответа. И это меня очень сильно тревожит. Это самое страшное на самом деле. Или я предложила помощь. Я ей предложила о том, что давайте, когда я буду зачитывать ваше письмо, вы разрешите отдавать вашу почту, кто будет спрашивать. Если кто-то вам может помочь с вашей собачкой. В общем, вопрос ее был в том, что она мне писала в итоге, что я очень страшна за животное. И она ищет, кто бы мог его к себе, например, взять на время, приютить, для того, чтобы она как можно быстрее могла уехать. Так как это письмо, я не могу быстро снимать ролики, когда мне присылают письмо, проходит примерно около недели до публикации. Ответа мне не было с предложением помощи, что я могу сделать такой запрос подписчикам, аудитории, или чем я вообще можно тут в Стамбуле помочь, да, какая еще помощь нужна и так далее. Ответа пока не было. Но если у нее какая-то сейчас еще более трудная ситуация с супругом, да, я думаю, она все равно посмотрит это видео, и у нее будет возможность прочитать комментарии под ним. Поэтому я вас сейчас хочу попросить в комментариях написать вот реальные идеи, ваше мнение, конкретные предложения, действия по... Знаете, чтобы у человека была схема. Пусть это будет схема побега. Схема поведения. Схема вообще в ее ситуации, что и делать. Потому что это выученная за 15 лет жертва. Уйти ей будет очень крайне сложно. Если она уйдет, она захочет вернуться, скорее всего. Но уже хорошо, что она понимает что-то, да, посмотрела видео на YouTube и стала понимать, как это называется, что это не окей, не нормально. Она же об этом пишет, что вначале думала, что так все живут, так окей, и он мне говорил, что это нормально. На самом деле оказалось, что нет. Я как психолог, что могу сейчас сказать? Посмотрите видео, у меня есть на канале про серый камень, притвориться серым камнем, технология, техника, извините, технология нет, техника. Общение с агрессорами, с абьюзерами, с людьми садистических наклонностей, которые проявляются на физическое и домашнее насилие. Полное нереагирование эмоциональное, поддакивание. Вы, по сути, серым камнем и прикидываетесь, вы уже не сопротивляетесь, вас уже унизили, забили, отрежили все пути отхода, ни друзей, ни подруг, ни связи, ни поддержки, ничего у вас нет. Но для выживания с агрессором, физическим насилием подходит именно это. Второе, если у вас вот это чувство появилось побега, скажу страшную вещь, меня не все поймут, но попробуйте пристроить, назовем так, вашу собачку, друзьям, знакомым, соседям, соседям, что-то сделать, не ждите, не откладывайте ваш побег на потом. Вот я к чему. Ну, в конце концов, можно, к сожалению, это больно, но можно дать собаку на передержку или в приют государственный, у каждого района есть государственный приют, и попытаться уехать. Или найти людей, вот, например, в комментариях кто-то под видео предложит свою помощь, что в Стамбуле взять себе собаку, или взять на передержку на время и как-то этот вопрос помочь решить, чтобы вам было спокойней. Но ситуация, ваше состояние, в котором вы находитесь, это не тот случай, когда надо за что-то держаться, к сожалению, надо бежать. Вот у вас только первый рывок, первое чувство, что я хочу это попробовать, побег сделать, делайте. Вам нельзя откладывать. Вас будут, если он увидит, заподозрит ваш побег, вас будут гнобить, избивать, унижать еще больше. И эта история такая маниакальная, на самом деле, у него такая история проглядывается, потому что он не останавливается в своих действиях, у него вот есть проревность. Вот можно очень поверхностно это поразбирать, ну, просто проявления нарциссические, но я вижу у него повторяющиеся маниакальные некие моменты в виде ревности, неосознанных вот этих при газлайтинге, когда он говорит, на шее красное, там, у вас за шею трипало, говорит, что это засос. Вот эти подозрения, может, кажется, это просто ревность, нет. Я здесь просматриваю некие маниакальные моменты, скажем так, ему кажется, ему видится, он в своей мании вот этой находится периодически. Это тревожные, это крайне тревожные звоночки лично для меня, я знаю, что за этим может стоять. И я диагнозов никаких не даю, я не психиатр и не психотерапевт, у меня нет медицинского, психиатрического на это образования, и нет этого права. Но мне кажется, что для людей, например, скажем так, покольным путем пойдем, для тех, кто смотрит различные true crime stories про маньяков и все прочее, вы очень многое, послушав в этой истории, могли заметить подоплек психиатрических в его поведении, есть над чем поразмышлять о каких-либо сопутствующих заболеваниях для его проведения. Вот маниакальные моменты я заметила, сто процентов. Агрессивность повышенная, злобленность, садизм, склонность к садизму прям вообще просвечивается. Я бы вообще не посоветовала с ним продолжать этот нарциссизм. Это идет в комплекте с кое с чем еще. Возу может быть похуже, поопаснее для вашего здоровья. Я девушке предложила помощь, ответа не поступила. Так что в комментариях вы можете написать очень многое, додельные советы по факту, что ей можно делать. Понимаете, хочу вам объяснить, что в каком она состоянии находится. Она не в адекватном состоянии, в состоянии жертвы. Она запугана. И запугана физически. И, к сожалению, если бы вам что-то кажется абсолютно логичным, какие-то действия, у нее в голове этой логики не возникает. У нее первичный страх. Страх смерти. Страх наказания. Страх боли, что я буду бить. И у нее логика нарушена. Или логических цепочек не возникает. Будет очень классно, если вы в комментариях напишите инструкцию, что ей делать, как поступить, дать какие-то конкретные советы, чтобы эта инструкция была визуальная. И она, находясь в этих ощущениях и эмоциях, была открыть комментарии, прочитать, если она ко мне на связь не выйдет, да, и к чему. И что-то принять конкретно в своих действиях. И мы можем ей просто таким образом помочь. Дать вот такой список инструкций, проинформировать ее. Девочки, если вы услышали себя в этой истории, что-то происходящее в вашей жизни, я вас просто, знаете, чем хочу предупредить. Вот нарцисс, он сам по себе, ну, не такой страшный, да, он очень хорошо, сильно нас раскатывает, издевается, высасывает энергию, силу опускает, разрушает, не опускает, а разрушает, растаптывает просто самооценку. Но если это нарциссическое расстройство личности, если это диагноз, если это психиатрия, то, как правило, идет в кускупе с другими заболеваниями. Психиатрия, как правило, не один диагноз, их несколько. Это сочетание, это по проявлениям различным видно. Так вот, у кого жесть, которая в письме, это не просто нарциссизм. И там, где всегда подмешана психиатрия, это очень опасно. Потому что мы не знаем, какое обострение, когда у человека, как он себя почувствует, насколько усугубится его состояние, и он станет по маниакальную фазу, зайдет в бредовую, в тревожную и так далее. Что он будет в эти моменты делать? Куда дальше, скажем так, заведут бредни в его сознании, его надуманные вот эти маниакальные мании различные, в которых он варится. Плюс он не сдерживает себя в физическом наказании, садизме. В общем, это не лучшая вообще структура, не то что для отношений. Про здоровую я вообще молчу. Это крайне нездоровая ситуация, опасная для вас. То есть она несет прямую опасность. Пожалуйста, никогда не бойтесь спасать себя. У меня не получится, у меня нет поддержки, я никто. Меня догонят, накажут, не дай бог он меня поймает. Все эти сомнения жертва. Но благодаря этим страхам и сомнениям продолжается это насилие, пока вы рядом, потому что эти страхи у вас есть, и они вам навешаны. В письме, в примере, они зафиксированы физически. Ее физически подтверждают, ее бьют, морально унижают. И это очень трудно выйти из этого круга. И если девушка вот сейчас просто на работе находится, да, не работает, но если вы в подобной ситуации работаете, вы всегда можете искать помощь, подавать сигналы у людей на работе, у клиентов, у сотрудников, у начальства. Честно скажу, просто прийти и рассказать, выложить всю правду, записать, зафиксировать. И, например, с этой поддержкой обратиться в полицию. Что-то надо конкретно делать. Пока вы боитесь и не спасаетесь, поверьте, лучше никогда не станет. Нет поводов, чтобы становилось лучше. Ваша жизнь в ваших руках. К сожалению или к счастью, очень много домашнего насилия вокруг в мире. И очень часто оно происходит, потому что жертвы, к сожалению, отчаялись и не просят помощи. Поэтому не делайте так. Если нам кричать о помощи, кто-то неравнодушный, добрый, будет, проходя мимо, оказывать нам помощь и поддержку. Такие люди есть. Не отчаивайтесь. У меня в инфобоксе под видео есть моя почта, куда вы также, как автор письма, можете прислать вашу историю. Я ее сочетаю в видео о таком ответе на канале. Дам какие-то рекомендации. Отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Если вам нужна индивидуальная личная консультация со мной и с психологом, напишите также на почту тему письма «Консультация. Я вам вышлю. Условия консультирования». Пишите комментарии. Надеюсь, они будут дельные. Под этим видео они очень сильно нужны. Разошлите историю в соцсетях, чтобы люди, которые подвергаются подобному насилию, знали, что это ненормально и это опасно. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Всем пока.